Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog. Меня зовут Виктория Бородина. Я технический рекрутер и коуч в США. Сегодня нам предстоит связаться с Москвой в скайп-интервью с Дмитрием Шибардаевым. Он руководитель отдела разработки в компании Rambler, а также преподаватель C++ в школе программирования Otus. Мы поговорим о том, как поддерживать интерес к своей профессии, как в ней развиваться, о компании Rambler и, конечно же, о C++. Предлагаю больше не ждать, а звонить связываться с Москвой. Привет, Дима! Привет! Привет, Вика! Рада познакомиться. Я тоже очень приятно. На моем канале собралась аудитория айтишников, аудитория разработчиков, но пока еще не было героя, который руководил бы разработкой. И ты первый. Я думаю, что это интервью будет очень интересно, потому что мы поговорим не только с позиции разработчика, но мы поговорим и про карьеру от разработчика и до руководителя отдела разработки. Ну и сейчас вообще, в принципе, на хорошего разработчика с позиции руководителя. В общем, у меня сегодня много планов на интервью. Надеюсь, ты их разделяешь. Ну да, попробуй все следить. Смотри, получается, что ты в профессии уже 20 лет. Да, в тражейке 20 лет. Ну да, но в то же время и это хороший долгий путь. Есть о чем поговорить. Расскажи о том, как начинался этот путь и, может быть, так, каким-то основным главным моментом, поворотным в карьере. Как начинался? Начинался он, на самом деле, мне кажется, случайно. Вообще многие вещи серьезные в жизни, они случайно происходили. И началось все еще когда-то давно в школе. По сути, опять же, случайно. Моя семья, в которой я рос, ее трудно назвать семью айтишников. В общем, до сих пор телефонами пользуются с трудом. Знакомство с компьютерами впервые появилось у меня в школе. На уроке, как-то неожиданно, может быть, показаться, на уроке химии. Когда преподаватель решил для привлечения, что ли, внимания, отправил нас... Есть у нас такой институт, Московский институт тонкохимической технологии. Я до сих пор помню, как он называется. МИДХТ. В котором планировалось проводить специальные курсы в компьютерном классе по углубленному изучению химии. Химия – это не самый сильный мой предмет. В общем-то, почему я и попал в эту группу, которая туда пошла заниматься. Студент, который занимался... Сейчас вот не хочу бросить тень на МИДХТ. Но студент, который занимался нами, школьниками, вот такими, он, видимо, был не очень сильно мотивирован. И все занятия у нас выглядели следующим образом. У нас был огромный компьютерный класс. Сидели вот эти школьники за компьютерами. Мы, видимо, должны были изучать химию. Но, в общем, толком не изучали. И он в тех порах запускал нам какие-то компьютерные игрушки. Эти компьютерные игрушки довольно... Были слабенькие, они вылетали периодически. И мы оставались с неработающим компьютером. То есть, игрушка не работает. И химией мы не занимаемся. И надо что-то делать. Тут у меня была клавиатура, экран. И я тихонечко нажимал там на какие-то кнопочки. Потихоньку втягивался там в какое-то программирование. Просто методом проб и ошибок. И дальше это все пошло, по сути, по накатанной. То есть, чудесным образом, мне никто не помешал на этом пути. Не мешали учителя, не мешали... Родители вообще помогали. Они мне в какой-то момент купили компьютер. Никто не разбирался в компьютерной технике. Поэтому первый компьютер был без монитора. И поэтому программировал я вслепую. Все мои первые программы, они были музыкальные. Потому что я не видел никакого результата. Я мог только его слышать. И все потихонечку... Ну, все потихонечку меня просто затянуло. То есть, я дома постоянно сидел и ковырялся на компьютере. Учителя по русской литературе меня всегда ругали. Потому что у меня в тетрадке с сочинениями на обратной стороне были написаны какие-то листинги. И в какой-то момент... Все это происходило в школе. В какой-то момент... Ну, как какой-то гость моего отца, видя, как я сижу, занимаюсь за компьютером. Я слышал их просто разговоры. Это было за моей спиной. Я, по-моему, в это время играл в какую-то игрушку. А мой отец разговаривал как раз со своими товарищами. Я этот разговор слышал. И он буквально так звучал. Он спрашивает, а чем занимается твой сын? Говорит, я не знаю. Он там что-то на компьютере сидит, что-то там занимается. Ему это нравится и хорошо. И он обронил такую мысль. Ну, если хорошо, пусть поступает на прикладную математику. У нас там есть хорошие преподаватели в МСИ. Вот с этого момента... А это был, мне кажется, класс какой-то седьмой. У меня даже не стоял вопрос, куда я буду поступать. Я никогда не выбирал вуз. Я никогда не выбирал специальность. У меня почему-то осталась эта фраза о том, что пусть поступает на прикладную математику в МСИ. Я без шуток. Я с этой мыслью дорос до 11 класса. И когда встал вопрос о том, куда надо поступать, я поехал в МСИ и сдал документы на прикладную математику. Я понятия не имел, что это за факультет. Чему там учат. Я до конца не знал, что такое прикладная математика. Я связал вот эти две мысли. Если ему интересно работать на компьютере, пусть идет заниматься на прикладную математику в МСИ. Сейчас он там как-то по-другому называется. С кем-то он там вроде уже слился. Тут университет. И все. И с тех пор я с этой профессией вообще не слезаю. Я никогда не переключался на какие-то там боковые должности. Я никогда не переключался. Не прерывался там другим родом занятий. Вот у меня с тех пор, с детства фактически все это идет. То есть для меня переломный момент был. Это вот учитель химии, который сказал, что я бездарь химии и надо идти заниматься в компьютерный класс. Потом вот этот вот неведомый знакомый, который за моей спиной сказал, что надо поступать на прикладную математику. Ну и все. Дальше вуз, работа и все. Понеслось. Ну да, ну казалось бы, ты так быстро обрисовал, но карьера, она только началась в тот момент, когда ты определился с профессией, поступил в университет. Сейчас ты руководишь отделом разработки в Рамблере. Это было начало. Ты же спросила, как начинался этот путь. Он начинался именно так. А дальше, мне кажется, путь достаточно логичный получился, потому что, когда ты приходишь с профильным образованием, у тебя очень быстрый старт в профессии. Попал я в компанию в первую, судя по всему, вообще по какой-то наводке, потому что, если я правильно понял, то, как проходило собеседование, оно было такое чисто формальное. Я, в общем-то, пришел, отвечал на какие-то вопросы. Я трясся от страха, держался за стул, потому что я понимал, что у меня трясутся руки. Это первое собеседование в моей жизни. Я плохо себе представлял, что надо будет делать. Я вообще еще в это время в институте учился. И после того, как я попал уже в компанию, естественным образом происходит некоторое накопление такого опыта, не связанного с программированием, а связанного с работой самой компании. И чем больше опыта ты таким образом накапливаешь, тем интереснее ты с точки зрения работы в самой компании, как какой-то наставник. То есть даже когда ты совсем молодой чайник, ты, в общем-то, ниша пищевая, звено такой ниши, когда ты начинаешь обретать какой-то опыт, то ты этим опытом уже можешь делиться, и это автоматически тебя выводит все выше и выше. Хочешь ты это или не хочешь, даже если ты оказываешься на позиции все равно разработчика, так или иначе ты становишься им старшим, ты становишься ведущим, ты становишься там еще каким-нибудь, везде по-разному все это называется. И в этом смысле карьера, конечно, есть, а она просто связана с этим накоплением опыта, просто естественным накоплением опыта. Никаких специальных шагов, никаких специальных телодвижений по переходу из одного состояния в другое не было. Наверное, может, они и были, но они не какие-то неявные, не переломные, все было очень гармонично, эволюционно. Наверное, отчасти это заслуга тех, с кем я работал, что это было без всяких там, без стрессов, без переломов, там через спину, через колено, все получалось хорошо. Я вернусь еще к вопросам о том, как, каково это руководить, в чем заключается эта должность и так далее. Но сначала мне хотелось бы вот понять, какие языки программирования попадали в твой арсенал, какие они есть сейчас в нем, и как они сюда попадали? Вообще языки очень разные. Сейчас я вот когда вспоминаю свое детство, я понимаю, что это было, конечно, жестковато. Если бы это был какой-то посторонний человек, и он бы сказал, что он делал в своем детстве, я бы решил, что у него детство было просто испорчено, травмировано. Хотя я понимаю, что это детство мое, я сейчас про него говорю, и я не считал, что оно у меня травмировано. Но у меня был BASIC, это был основной язык, с которого я начал, потому что тот компьютер, который у меня был, для него это был встроенный язык. За пределами вот этого BASIC мне нужно было как-то дальше развиваться. Он достаточно ограниченный, очень простой. И я вторым языком, который я знал, это был ассемблер, это были машинные коды, это была совершенно страшная вещь. Вот это то, за что мне иногда страшно. Хотя в детстве мне в этом смысле все было хорошо, мне было очень интересно. И это очень сильный опыт, который на самом деле мне потом пригодился. То есть у нас получается BASIC, ассемблер. Дальше я знал, что в институте для того, чтобы сдавать экзамены, нужно писать на Паскале. И я самостоятельно изучал Паскаль. В тот момент мне казалось, что я его изучил. Но для сдачи экзамена мне, в общем-то, вполне хватило. Ну и, собственно говоря, в институте был как академический язык Паскаль и как такой промышленный язык, профессиональный язык. Это уже был C++. Это то, что касается школы, института. И дальше в той компании, в которой я работал, там было смешение разных языков. Там было некоторое развитие Паскаля, которое в тот момент было известно как Delphi. И на каком-то этапе своего развития переключился на C++ уже на такой профессиональный уровень и потом с него уже не слезал. Появился дополнительный язык. Но он появился просто... Он не мог не появиться. Это, мне кажется, такая стандартная картинка, когда у тебя есть какой-то язык для основной сложной разработки. Неважно, это там C++, это Java. У меня это C++. И нужен еще какой-то язык, который нужен для прототипирования, для проверки гипотез, для автоматизации какой-то своей собственной работы. И здесь очень хорошо вписался Python. И получается, что у меня вот основной мой язык, на котором я говорю и думаю, это C++. И второй язык, которым я владею достаточно сильно, это Python. При этом это не какие-то шоры, в пределах которых можно находиться. В общем-то, при необходимости можно брать себе какой-то любой язык на разработку. Но это два любимых. Интересно. Но расскажи тогда, почему они любимые? Для кого они хороши? Может быть, стоит ли с них начинать, входить в программирование и такие вещи? С точки зрения входа, программирования... Вот у меня сейчас просто подрастает мой старший сын. И они изучают в школе программирование. У них есть там что-то такое, информатика. И он мне в какой-то момент сказал, папа, я знаю C++, потому что мы пишем на C++. Я был просто потрясен тем, насколько все поменялось. То есть я в школе, в общем-то, плохо помню, что вы нас там каким-то сложным вещам учили. Но когда я посмотрел, чем они занимаются, я, в общем-то, понял, что на таком уровне, на котором входят в программирование, вообще все равно, на каком языке это делают. Потому что там слишком базовые конструкции, там слишком простые задачи, слишком простые алгоритмы. И мне кажется, что человеку можно подсунуть любой в этот момент язык, и он все равно вот эту стадию пройдет. Будь то C++, будь то Python, Java, вообще не важно. Была бы какая-нибудь понятная задачка, как ее можно сделать. Язык в этом смысле роли не играет, потому что его не нужно глубоко изучать. То есть в тот момент он не предполагает глубокого понимания самого языка, он не предполагает понимания каких-то идеологических его, может быть, идеологической направленности, может быть, каких-то архитектурных особенностей. Поэтому для новичка, мне кажется, вообще все равно. Ну, принято традиционно считать, что хорошо вписывается туда Pascal для обучения, а сейчас, мне кажется, больше акцент сместился на то, что хорошо Python туда заходит для обучения. Но я видел и успешные заходы C++ на обучение, и при этом без всякого дискомфорта. Я все равно считаю, что C++ — это язык довольно с высоким порогом вхождения. Но, тем не менее, при этом все для новичка, он точно так же подходит, как и любой другой язык, потому что ничего сложного обычно там не делают. Ну вот удивительно, что ты не назвал JavaScript, потому что я как раз-таки очень много от многих людей слышу, что это лучший язык для входа в программирование, и какое-то, может быть, нахождение первой работы. Что ты по этому поводу можешь сказать? Ну, для меня JavaScript — это прежде всего язык, который... Здесь может быть некоторая профессиональная деформация, поэтому тут может быть своя особенность именно моего личного восприятия. Для меня JavaScript — это прежде всего язык, который используется для фронт-разработки, для разработки чего-то на фронте. Несмотря на то, что у него есть свои альтернативы, которые позволяют это делать все на бэкэндах, это позволяет что-то выполнять, какие-то задачи на бэкэндах, тем не менее то, как решают задачи, и кто решает эти задачи, это чаще всего именно фронт-разработки. То есть там задачи, которые сводятся к отрисовке какой-то странички. И поэтому для меня он больше такой узкоспециализированный. Мне, может быть, непривычно его воспринимать как язык такого общего назначения, хотя это все равно вписывается в ту мысль, которую я озвучил, совершенно все равно, на каком языке писать. И в том числе, наверное, на JavaScript. Мне просто не попадались новички, которые с этого начинали, поэтому я так аккуратно это обогнул. Но туда же можно докинуть и какой-нибудь и PHP, и JavaScript, и Python, плюс и Pascal, C Sharp, все, что в Java. Но, тем не менее, твой любимый язык – это C++, ну и сейчас уже Python, да? Как бы такой дополнение два твоих главных. Расскажи о самых больших челленджах, самых, не знаю, сложных задачах, интересных задачах, проектах, которые были в твоей карьере. Ну, у меня на самом деле челленджи, они больше даже связаны не столько с какой-то конкретной задачей, но я бы, наверное, выделил, может быть, два направления, в которых я обычно сталкиваюсь с вызовами, с вызовами такими. Первое – это появление какой-то новой задачи. Собственно говоря, работа разработчика, она необычна тем, ну, по сравнению с любыми другими работами, необычна тем, что у нас в качестве инструмента есть какой-то язык, у нас в качестве навыка обязательно должен быть развит, развито такое буквоедство в некотором смысле, потому что нам надо раскладывать интуитивно понятные вещи, раскладывать на какие-то прям примитивные такие шаги, которые мы должны будем запрограммировать на машине. И челленджи, которые у нас есть, они больше связаны с попаданием в какую-то прикладную область. То есть мне, для того, чтобы работать программистом, мне недостаточно знать язык. Если я оказываюсь в какой-нибудь среде, которая, ну, казалось бы, занимается алгоритмами какого-нибудь сжатия аудио, в общем, кажется, там должна быть математика, должно быть программирование, и все. Тем не менее, когда мы говорим про сжатие с потерями, мы начинаем там учитывать особенности восприятия человека на слух, как он воспринимает направление сигнала, там, высокочастотный хорошо определяет слева-справа, низкочастотный плохо. Ушная вот эта вот барабанная перепонка, она себя каким-то образом ведет. И мы это все должны включать в алгоритм сжатия, потому что мы это делаем для того, чтобы человек воспринимал своими ушами. И тут появляется тот самый челлендж. Я должен вдруг начинать изучать, как вибрирует барабанная перепонка в ушах, потому что без этого знания я буду достаточно бесполезный сотрудник. Для того, чтобы я смог эффективно работать, мне кто-то должен разжевать. Хорошо, если есть какой-то врач, который будет мне все это разжевывать, но при этом врач тоже должен понимать не просто, как работает барабанная перепонка, а как мне рассказать, как она работает. И здесь получается... Это я просто как пример. Это в любой области такая штука будет. Если мы начнем роботов делать, вдруг выяснится, что мое представление о том, как ходят люди, шага там левая нога, правая нога, оно не совпадает с тем, как это на самом деле происходит. Потому что мы переносим там куда-то центр тяжести, мы балансируем руками, мы делаем какой-то шаг, у нас стопа там угадывает, есть какие-то препятствия. Там масса всего. И это все получается фактически... Я должен знать, когда я приступаю к разработке этих вещей. Поэтому, по сути, каждая задача, которая есть, она всегда своего рода является челленджем. Такого, чтобы мы писали постоянный одинаковый код, то, что там принято называть рутиной, это, в общем, бывает довольно редко. Всегда возникает такой челлендж. Это то, что касается технических частей. Это практически каждая задача. Всегда нужно въезжать в какую-то тему, которая не касается программирования, она именно прикладная. А вторая часть — это работа с людьми. Потому что не удается работать всегда в одиночку. Это, может быть, и было бы здорово. А атишники всегда, в общем-то, так воспринимаются, как такие люди-одиночки. Но, тем не менее, так или иначе, либо ты станешь участником какой-то команды, либо у тебя появляется какая-то команда, с которыми надо коммуницировать, до которых надо доносить какую-то информацию. И вот это, в общем-то, тоже челлендж. Потому что люди бывают очень разные. Кто-то бывает капризный, кто-то бывает спокойный, кто-то бывает дерзкий. И ко всем надо находить подход. И иногда даже садишься за компьютер, и там так все спокойно, там есть какая-то блеска, она все стеркает, ей можно написать все, что угодно, и она все это сделает. А человеку нужно уговаривать, его нужно мотивировать, ему нужно что-то объяснять. Поэтому для меня челленджи бывают двух типов. Это общение с людьми, первый, и второй, это врубание в новую такую тему, прям вот есть какой-то гранит знаний, который мне нужно разгрызть, который у меня изначально не было. И мне это нужно делать фактически прям на лету. Приходит какая-то задача, а у меня нет бэкграунда, у меня нет никаких знаний, у меня нет учителя, который сейчас мне это расскажет, и мне нужно быстро откуда-то извлечь информацию, быстро уехать в эту тему, для того, чтобы я был эффективен. Но правда ведь, ты же говоришь о том, как бы о челленджах с позиции руководителя. Не каждый разработчик, у него есть тоже такие челленджи. Ну то есть понятно, что все равно разработчики проводят митинги, они друг с другом коммуницируют, с другими командами, это все есть, но в большей степени это такие челленджи руководительской должности. Ты знаешь, я бы, наверное, этот вопрос и да и нет. То есть то, что руководитель с этим сталкивается постоянно, это да, но с этим же сталкивается и разработчик. Здесь, наверное, уже зависит от самого разработчика. Он может стараться избегать этого челленджа, потому что он может на самом деле его избежать, а может его принять. И тут фактически у человека есть выбор, он может от него отказаться. Выбор есть всегда, то есть челлендж есть всегда. Захочет его разработчик принимать или нет, это уже, в общем-то, зависит от него. Просто бывают такие тихони, которые готовы отдать этот челлендж кому-то другому, получить уже некоторую рожеванную информацию, не потому что они трусы или плохие, но человеку комфортнее сосредоточиться, допустим, на какой-то работе. То есть у разработчиков такие челленджи тоже есть. Если он их не будет принимать, ему будет, если вот как раз говорить там про какую-то карьеру, это те самые шаги, которые позволят двигаться, если вообще человеку интересно. Ему же на самом деле может быть не интересна никакая карьерная лестница, а у айтишников это, у многих, это есть такое свойство. Их вот эти вот звания, там погоны, значки иногда вообще не интересуют. Вот, поэтому они и челленджи такого рода не принимают. Но смотри, тем не менее, все-таки разработчики, они в какой-то момент, ну, большинство задумываются о том, чем заниматься, не знаю, дальше продолжать просто кодить или переходить в менеджеры, или переходить как-то, стараться активно расти именно в плане, там, стать руководителем разработки. Так вот у меня в связи с этим вопрос, потому что у меня все-таки основная, наверное, масса подписчиков, это не руководители, а все-таки вот те самые разработчики. Чтобы они понимали перспективу вот той должности, которую ты сейчас занимаешь, расскажи о своем типичном дне. Вот из чего он состоит, какие задачи, не знаю, с самого начала и до вечера. Ну, смотри, у меня, у меня, несмотря на то, что сама моя позиция называется как руководитель, ее можно было бы назвать как играющий тренер, если проводить аналогии со спортом. То есть я не отделен от самой разработки. И, по сути, у меня получается, мой рабочий день, он состоит из следующих шагов. Утро, как правило, начинается с того, что надо убедиться, что каждый из разработчиков понимает, чем будет заниматься сегодня. с учетом, может быть, каких-то, с учетом каких-то приоритетов. То есть надо подкорректировать человека, чтобы он правильно сфокусировался на нужной задаче, потому что иначе он будет, как там хомячок копаться в каких-то задачках, он будет делать массу всякого полезного и интересного, но, может быть, не в том порядке, в котором хотелось бы. Ну, то есть, по сути, по сути, это такой разбор, разбор приоритетов и быстрое наведение на цель. То есть ты вот занимаешься сейчас этим, потому что это важно, ты попробуй разобраться с этой ошибкой, ты там с этим и так далее. То есть после этого каждый приступает к работе, у тебя появляется, соответственно, возможность самому, точно так же, как и все остальные члены команды, заниматься какой-то разработкой. А дальше в какой-то момент у нас возникает перерыв, потому что кто-то обязательно столкнется с тем самым челленджем. То есть он сталкивается с задачей, которая не знает, как решить. Он либо не понимает, что должно происходить, либо не понимает, как технически она должна реализовываться. И вот здесь получается моя задача. Тут у меня должно проснуться весь тот мой бэкграунд, который был накоплен, весь тот опыт, который был, плюс интуиция, плюс, не знаю, возможность дать поплакать в плечо. Надо помочь выбраться человеку из тупика. Может быть, накидать ему каких-то версий, чтобы он продолжил исследование в нужных направлениях. Может быть, помочь ему определиться, если у него есть направление, не знает, куда идти, сказать вот это тупиковое, иди по этому. То есть помогать, продвигаться вот этим людям. Основная задача здесь сделать это так, на мой взгляд, и во всяком случае я стараюсь так делать, чтобы человек при этом не просто получил ответ на вопрос, а в следующий раз, когда он окажется на таком перепутье, чтобы он понял, как правильно выбирать направление. То есть если у меня удается передать какую-то частичку того, как я это делаю, я стараюсь это передать. С тем, чтобы человек в следующий раз вот эту работу, которую мы сейчас проделывали с ним вместе, он проделал самостоятельно у себя в голове. А сколько процентов твоего времени занимает непосредственно кодинг, разработка вот это? Ну, я бы, наверное, сказал, что если мне повезет, если не все одновременно встанут в тупик, то это, наверное, ну, может быть, процент, четверть-треть рабочего дня мне удается посвятить разработке. Ну, это неплохо. Расскажи о проектах в Рамблере, которым вы занимаетесь в данный момент, ну, или в последнее время. У нас основная наша деятельность, она крутится вокруг того, что правильно называть, вертикальный поиск. Это поиск по... Сейчас Рамблер представляет собой группу компаний, и каждая такая компания содержит какой-то проект. Из таких известных, это Life Journal, это Лента, это, собственно, сам портал Рамблера. И для всех этих проектов нужно создавать специфичный для них поиск. То есть мы все знаем, привыкли воспринимать поиск как в интернете через поисковые порталы. Google, Яндекс и Рамблер когда-то сам имел такой отпуск, имел такой поиск. В какой-то момент приоритеты в компании поменялись, она сосредоточилась на том, чтобы быть компанией медийной. И наш поиск стал не глобальный по интернету, а он стал в пределах каких-то проектов. Вот все, что мы сейчас делаем, все связано с нашими пользователями. Мы пытаемся научиться понимать, что они хотят, чем они интересуются, помогать им давать поисковые запросы, помогать им ориентироваться в каком-то медийном пространстве, которое у нас есть, выбирать фильмы, читать интересные посты, какие-то комментарии. Все про это. Интересно. Моя команда, она занимается той частью, которая про вертикальные поиски. И там, кстати, вот про челленджи. Ты как спрашивал про челленджи. Это все невозможно без того, за что меня в школе когда-то ругали. Русский язык для меня всегда был очень, несмотря на то, что это мой родной язык, изучать его так, как мы его изучали в школе, для меня всегда было прежде всего непонятно, зачем мы разбираем слова вот на эти вот тут приставка, там какой-то корень, здесь у нас подлежащее, сказуемое. Все это в школе мне казалось совершенно ненужным, мне это раздражало, я очень старался, но тем не менее меня это раздражало. А сейчас у меня это основной вид деятельности. Теперь я должен уметь по фразе догадаться, что имел в виду пользователь, я должен смочь убрать туда окончание, смочь выделить какой-то корень. То есть тут вдруг оказывается, что я должен быть каким-то филологом, лингвистом. Ну, на самом деле, мне кажется, сходство больше. Вообще я по образованию филолог как раз таки, и это же тоже такая система, и я просто неоднократно слышу от своих подписчиков, ну и вообще людей, которые меняют профессию, что часто филологическое образование засчитывают при поступлении на какой-то там экстеншн, типа вот в программировании. То есть это все-таки система и намного большее общего. Ну это такое лирическое отступление. Это так и есть, это точно такой же язык, у него есть точно такие же правила, и да, он сложнее, потому что он человеческий, он естественный, но тем не менее, когда ты с ним сталкиваешься именно в программировании, ты вынужден влезать в такие дебри, на которые я никогда внимания не обращал, когда говорил, даже когда в школе язык изучал. Вот, поэтому да, это техническая наука. Если я до этого считал, что это скорее что-то ближе к гуманитариям, то сейчас я склонен думать, что это техническая наука. Ты неоднократно уже сегодня говорил о том, что часть твоей работы это как раз-таки общаться с людьми, как важно там понимать и так далее, и там подобное. У меня вопрос, который связан с собеседованием. Я очень много людей спрашиваю, которые работают здесь, в американских компаниях, потому что все-таки это не всегда очевидно для моих подписчиков, которые находятся в основном в России. Но, тем не менее, интересно же, и как в России проходят собеседования. Собеседования давния в Рамблере они типичные для российского рынка? И как они, и что они вообще из себя представляют? Насчет типичности я, наверное, не скажу, потому что это надо прям совсем представлять, как проходят собеседования в разных компаниях. Я бы сказал так, что оно типично для крупной компании самого по себе собеседования, потому что здесь во-первых, есть несколько этапов, во-вторых, тот, кто собеседует, не всегда будет непосредственным участником команды, в которую приходит человек. Рано или поздно там, конечно, появится человек, который будет из команды, чтобы принять какое-то окончательное уже решение, но, тем не менее, там есть некоторая этапность. Она больше характерна для компаний довольно крупных, поскольку поток людей, от которых надо отсобеседовать для того, чтобы они попали на позицию, он, в общем-то, довольно большой. Это тяжело в одно лицо всех собеседовать, поэтому там люди меняются. Иногда люди берутся в аренду для того, чтобы провести такого рода собеседование. Но если кратко, что собой представляет это собеседование? Вот, как правило, раньше я слышала, я не знаю, как сейчас на российском рынке, но раньше спрашивали по технологиям больше, чем по алгоритмам. В Америке четко по алгоритмам спрашивают. Да, я понял, собственно, вопрос твой. Здесь сильно зависит от команды, в которой происходит набор, поэтому я попробую сейчас, может быть, крупно рассказать сами стадии, но есть некоторые уточнения, которые характерны прямо для собеседующего. а не для какой-то характерной позиции. В чем у нас состоит этапность? Сначала, конечно, работает HR. Но его задача быстро понять по ключевым каким-то словам в резюме, может быть, по речи, по каким-то ответам на простые вопросы, понять, есть ли смысл дальше продолжать разговор, потому что иногда по тому, как составлено резюме, не всегда понятно, есть ли смысл дальше общаться или нет. Поэтому там есть всегда такая первичная стадия, когда общается HR. После того, как HR, опираясь на свое чутье, принимает решение о том, что да, этот человек должен дальше проходить на техническое собеседование, здесь появляется уже технический специалист. А вот тут начинается уже креатив, причем с двух сторон, потому что у нас сейчас есть, по сути, целый час, а если так уж честно признаться, то всего лишь час, за который нам необходимо, причем как одной стороне, так и второй стороне, принять решение о том, хотим ли мы вместе работать. И вот тут вот эти два павлина, они сейчас начинают танцевать. Один начинает как бы изображать какие-то вопросы, ответы на которые ему помогут определиться, хочет ли он иметь такого человека у себя в команде. Как он будет строить эти вопросы, это зависит уже от конкретного человека. Кто-то гоняет по алгоритмам для того, чтобы понять степень базового образования в расчете на то, что все остальное приложится само. Кто-то притаскивает задачки прям реальной жизни. Вот, грубо говоря, сейчас он вышел, вышел из офиса, в котором только что у них случилась какая-то проблема, и эту задачу может предложить сейчас на собеседование. Просто для того, чтобы посмотреть, как человек ведет себя в решении неизвестной задачи. Причем, в этой ситуации даже собеседующий не знает ответ на вопрос. Вот у нас просто случилась такая проблема, что будем делать? Вот давай, что ты знаешь для того, чтобы можно было помочь с этой проблемой решиться? В каком направлении мы будем двигаться? И тут подходы разные. У нас нет какой-то специальной схемы, которая помогает одинаково как-то по шаблону пройти, провести само собеседование. Потому что в разных командах еще и требования очень разные. Например, у нас нужно одно, в почте нужно другое, в ЖЖ нужно третье. Но общая схема, она в любом случае включает в себя прощупывание, какое есть базовые, что ли, академические знания, базовые такие знания, которые были получены где-то еще в УЗИ. То есть для того, чтобы понять, насколько плотно человек стоит на ногах в самой IT-теме. А дальше уже просто уточнить, есть ли у него какой-то нужный нам опыт. И здесь бывают задачки и просто алгоритмические, и просто на какую-то логику. Но здесь, мне кажется, все достаточно стандартно. Ну и посмотреть, как человек реагирует на какие-то вопросы, на тупиковые вещи. Если мы можем дать какой-то пример кода, с кучей поправок на то, что человек сейчас, скорее всего, нервничает, что он считает, что его пытаются подловить. Все же приходят на собеседование, они такие очень чувствуют, что они вступают в некоторую конфронтацию по сути собеседующим. Вот из этого состояния надо вывести айтишника, потому что он будет стараться отвечать на вопросы, так как где-то прочитал в интернете, как правильно проходить собеседование. От этого всего, от этой шелухи надо избавиться. Докопаться до него, до самого, то есть дать ему какую-то задачку, когда он начнет прыгать у доски, что-то такое рисовать, то есть когда он станет самим собой. И все, и все. И вот это самая интересная часть собеседования, когда он уже начинает по ошибке называть тебя не на «в», а на «ты», когда он начинает спорить с тобой. Вот если удается вывести его из этого состояния такой замкнутости и состояния правильного ответа на вопросы, то это значит успешное такое собеседование и все у нас получается хорошо. И он понимает, с кем общается, и ты понимаешь, с кем общаешься. Ну, судя по всему, ты сам тоже принимаешь участие в собеседованиях, то есть ты… Да, в общении. А вот какие вопросы ты задаешь? Это только технического характера вопроса или это могут быть еще какие-то поведенческие вопросы? Обычно мы собеседование проводим в паре. У нас есть HR, который как бы наблюдает со стороны всегда за происходящим. Иногда он там задает какие-то вопросы, ну там и серии, кем бы вы хотели быть, почему вы меняете там позицию шел на мыло, там просто бывает так, что человек занимался одним, приходит в другую компанию и собирается заниматься тем же самым. В общем, интересно, почему он тогда оттуда ушел. Ну, какие-то такие вот вещи, которые, да, наверное, можно спозиционировать как такие поведенческие. Хочется понять, что двигает человеком в его жизни, вот помимо работы. А ты при этом задаешь, задаешь чаще, конечно, технические вопросы, но в основном они задаются так, чтобы человек помимо ответа на технический вопрос проявил какое-то еще качество. Например, загнать его в угол, чтобы посмотреть, как он будет себя вести. То есть он попытается попросить у тебя помощи, он попытается тебе надерзить, нагрубить, он попытается найти решение самостоятельно. Это все очень важные вещи, потому что это то, с чем мы будем сталкиваться в работе. Несмотря на то, что задачка, грубо говоря, ставится у нас техническая, если вот прям совсем на сценарий, по которому я играю в собеседованиях, у нас есть какая-то задачка, она очень простая. Мы сразу договариваемся, что мы общаемся на ты, мы пишем на доске, мы прощаем себе все ошибки, которые, ну мелкие, забыл эту запятую поставить там, кавычку где-нибудь там не указал. Это все второстепенно. Нам нужно добраться до сути, нам нужно научиться, нам нужно научиться понимать друг друга, как у нас работает мысль. Вот мы придумаем себе какую-то задачку и начинаем эту задачку реализовывать прямо на доске. То есть я говорю, а давай вот мы попробуем сделать такую программку. Вот у тебя маркер, доска понеслась. Человек начинает там что-то писать и всегда оставляет кучу-кучу таких мест, где можно задать уточняющий вопрос. Тут можно заодно проверить, какое у него образование, то есть знает ли он какие-то базовые вещи. Тут можно проверить, хорошо ли он знает язык. Можно проверить, насколько хорошо вы сейчас с ним друг друга понимаете, потому что я же не могу там выдать ему сейчас в качестве задания какой-то какой-то текст на сто листов. Я, конечно, двумя-тремя предложениями озвучиваю мысль. И если он меня понимает, это хорошо. Если он меня вообще не понимает, что я сказал, то тут надо быть готовым к тому, что либо он слишком напряжен и просто не реагирует на меня, а может быть, потому что он так всегда будет. То есть мы его возьмем на работу и каждый день мы будем столкнуться с тем, что он не понимает, что я говорю. И после того, как мы набрали вот эту информацию, мы вот пообщались в таком режиме, после этого мы обмениваемся уже с HR впечатлениями. То есть HR говорит, я вот смотрела и вот вижу, что он раздражается или что он пасует или что он обижается, например, какие-то вещи, которые ты говоришь. Ну и она может дать свою оценку, например, ей кажется, что вот этот человек, даже если он хорошо сдал технические ответы, получил пятерку за техническое собеседование, она может, например, сказать, что ему ни в кем дало вам его брать, потому что, скорее всего, у вас в команде ему будет очень тяжело. Ну вот такой несовместимый психологический, например, человек. Поэтому у нас всегда двое. Это получение некоторого технического профиля сотрудника, это то, за что я отвечаю, и такой психологический профиль, за который отвечает и чат. Ну вот на практике были такие моменты, когда ты, при том, что человек технически себя проявил очень хорошо, но из-за каких-то вот, как в Америке говорят, ну, как cultural fit, несоответствия к культуре команды, или там какому-то поведению, ты его не брал. Да, да, ну, не столько я его не брал, сколько на отрезок казался братья чат. То есть, прямо вот ровно так у нас и была такая ситуация, когда я сказал, что да, меня человек вполне устраивает, мне очень понравилось, как мы с ним собеседовали, и чат сказал примерно следующую мысль, то, что ты нашел с ним контакт сейчас, это было видно, но то, что будут стараться окружающие с ним контакт находить, это очень маловероятно, поэтому в команду его брать не надо, не следует. И вот у нас было два таких кандидата, которые, ну, на мой взгляд, блестяще сдали техническую часть, вот, при этом получили категорическое нет со стороны HR. Это не сказать, что это очень часто бывает, то есть, ну, до два раза это было прямо. Тогда вопрос про финальное решение. Как принимается финальное решение? То есть, у вас есть, вот вы вдвоем проводите, но это единственное техническое собеседование с присутствием, или есть еще какие-то другие технические собеседования? В зависимости от позиции, куда мы берем, если мы берем кого-нибудь сеньорного или очень сильного медла, помимо такого технического собеседования, есть еще, ну, как это, на такой, с одной стороны техническое собеседование, с другой стороны, оно больше нацелено на анализ общей адекватности, я бы так сказал, когда может посмотреть, например, технический, технический директор. Его задача просто попытаться оценить, настолько ли он подходит на эту позицию, уже не с технической точки зрения, а с точки зрения, ну, каких-то других там навыков. То есть, техническое собеседование, оно может быть не за один этап, оно может быть и за пару этапов. Я сам проходил четыре этапа, когда приходил в работу. Тогда еще один вопрос, касаемый вот непосредственно кандидатов, ну и вообще, кто для тебя такой хороший программист, хороший разработчик? Как вот дать определение? Хороший программист, это кто? Я бы, наверное, выделил два ключевых навыка, которые, которые прям, не то чтобы я сильно ценил, но я их наличие, я их очень уважаю, я понимаю, что они являются очень сильными двигателями для всех, и для самого человека, и для команды, в которой он работает. Первое, это самостоятельность. То есть, тот самый тип разработчиков, которые принимают челленджи. То есть, если сталкивается человек с какой-то задачей, и даже если ему там нужна помощь, он, в принципе, гребет по этой задаче сам. Ему можно тогда помогать. Он может просить о помощи, ее можно немножко предлагать там как-то навязчиво, но, тем не менее, он основной гребец в этой самой задаче. Это первая часть. То есть, некоторая самостоятельность. Это когда человек, помимо непосредственного выполнения задачи, охватывает ее чуть шире, чем это было нужно. Он и опыт дополнительный приобретает, он и задачу при этом делает лучше, потому что понимает, зачем. Не только как, ну и для чего. А вторая часть, это, я вот сейчас пока первую мысль озвучивал, лихорадочный пытался подобрать какое-то правильное слово. Нам нужно какое-то слово, которое одновременно означает дерзость, наглость, не смелость, а вот именно именно дерзость. Не должно такого быть, чтобы человек, мне, вернее, не хочется, чтобы такое было, что человек себя спозиционировал иерархично, чтобы он соблюдал, как это называется, отношения между людьми, когда есть ниже, выше. Ну, это и есть иерархия рабочая, я не знаю, как субординация какой-то. А, я субординацию сразу хотел сказать. Чтобы он соблюдал субординацию. То есть, если я сказал какую-то чушь, для меня очень важно, чтобы человек сказал, что я сказал какую-то чушь. Потому что он мог в задачу углубиться уже настолько глубоко, что он понимает, как ее правильно делают. И здесь очень важно, чтобы мы могли спорить. И при этом, чтобы в споре никогда не было перевеса в сторону, там, например, темлида, потому что он темлит. Тут, конечно, зависит еще от самого темлида. Потому что кто-то, может быть, не воспринимает критику в свою сторону или не терпит людей, которые умнее, чем он. Я для себя в какой-то момент понял, что мне с этим нужно как-то уметь жить. То есть, мне нужно нанимать людей, которые умнее, чем я. Мне нужно уметь с ними спорить. Возможно, чему-то у них учиться. Возможно, чему-то учить их самих. Но, тем не менее, вот это вот второе качество быть таким наглым и дерзким, я тоже считаю очень важным. То есть, для меня хороший разработчик это наглый, самостоятельный программист. интересный, необычный, этого я не ждала услышать. Но я к этой мысли, кстати, не сразу пришел. Я был момент, когда, видимо, можно было сказать, что пусть эволюционно, но, тем не менее, я начал испытывать ревность, наверное, это можно сказать, профессиональную ревность. Если я на собеседовании понимаю, что передо мной сидит человек, которого я беру себе в команду, при этом я тимлид, а он разработчик, и вдруг я понимаю, что он умнее, чем я, он образованнее, чем я, он быстрее, быстрее реагирует. То есть, я вопрос задаю, я же знаю, как я сам бы на него среагировал, я знаю, как на него реагировали большие части. Вдруг приходит человек и раз, леду дает какие-то ответы или предлагает какие-то решения, а ты сидишь и думаешь, ё-моё, а я даже ведь не подумал о том, что так лучше. И да, мы с ним продолжаем, конечно, собеседовать, но я внутри себя нахожусь в состоянии некоторого стресса, потому что я понимаю, что человек лучше, чем я. И вот был такой момент, когда я испытывал некоторый страх от осознания мысли, что сейчас в команду придёт человек, который умнее. А потом я понял, что это как раз наоборот правильно. То есть, брать в команду людей, которые глупее, чем ты, это совершенно не перспективно. Оно, может быть, помогает чесать самолюбие своё, но это совершенно неправильно. Поэтому, да, был такой момент, когда я пришёл к тому, что люди должны быть умнее, чем ты, наглые, спорить с тобой, и тогда будет движение некоторое вперёд. Как складывались отношения с этим человеком, который был умнее, чем ты, как тебе казалось? Если в себе не культивировать вот эту мысль, что я испытываю ревность к тому, что он умнее, сразу правильно договориться с человеком, договориться не в том смысле, что тихонько к нему подойти и сказать, знаешь, Семён, чтобы никто не слышал, ты, в общем-то, умнее, чем я, но старайся там не показывать это как при любе. Понятно, что область, в которой мы работаем, она слишком широкая. То есть в какой-то момент надо себе честно признаться, что охватить её всю ты не сможешь. Ни прикладную область, ни область в области языка. Ты не можешь охватить её всю. Всегда найдётся человек, который где-нибудь будет умнее, чем ты. И это совершенно нормально, это вообще не должно вызывать никаких конфликтов ни с какой стороны. Если при этом человек будет понимать, что он умнее, чем ты в этом вопросе, ему можно об этом сказать, сказать, да, ты вот эту часть делаешь, я вообще не знаю, как это работает, помоги мне, расскажи мне, как эта часть работает. Никто никогда это не воспринимал, ну, не воспринимал, во всяком случае, пока. Никто не воспринимал это как признание своей какой-то, может быть, слабости или некомпетентности. Всегда это всё работает очень гармонично. И мне кажется, что эта проблема, с которой я озвучу, которую мы сейчас обсуждаем, она, вообще-то говоря, в голове темлида. Она не находится в межличностных каких-то отношениях. Вот если я был бы против этого, мне бы это травмировало, тогда, да, тогда надо как-то специально, видимо, выстраивать отношения. Но я, как раз наоборот, очень приветствую, что человек умнее, чем я, и всячески помогаю ему двигаться так, чтобы я вдруг обузой не стал. Если вдруг я чего-то не понимаю, это было бы неправильно, чтобы человек тормознулся в своём развитии или там в решении какой-то задачи, просто потому, что я где-то там в хвосте болтаюсь, и не могу никак разобраться с тем, как он эту задачу решает. Это неправильно. Поэтому, если специально из-за этого проблемы не делать, её не надо специально никак решать. По поводу, опять же, должности руководителя отдела разработки. Что тебе не нравится из того, что тебе приходится делать? Какой проекционный вопрос? Но, на самом деле, у меня есть на него два ответа. Я на этой позиции работал в двух разных компаниях, и в двух разных компаниях эта позиция предполагает разные вещи. Там, где я сейчас работаю, у меня как раз всё хорошо. Это ровно то, что я хотел получить. Что бы мне не нравилось, я мог бы так ответить на этот вопрос, тем более, что я уже с этим частично сталкивался. В зависимости от того, как построено эти подразделения в компании, понятие руководителя, это может быть в буквальном смысле такой синоним слова начальник. то есть это человек, который начинает отвечать чисто за организационные какие-то вещи, он начинает отвечать за заявления об отпуске, он начинает отвечать за какие-то планерки, за организационные такие вещи, и что в этой ситуации было бы плохо, ну, на мой взгляд. Твоё карьерное движение в сторону начальника, оно же сопровождается тем, что ты накапливаешь безумное количество опыта. с точки зрения коммуникации в компании, с точки зрения прикладной какой-то, прикладных каких-то знаний, они в этой ситуации остаются по сути за бортом. То есть то, что ты можешь занять такую позицию, для тебя это предполагает, ну, скорее, больше, я бы сказал так, уход в сторону менеджера. Если для тебя движение по карьерной лестнице совпадает с уходом в сторону менеджера, это правильное развитие. Если же нет, а у меня это было не так, если же нет, это значит, что та структура, в которой руководитель выполняет роль некоторого начальника, который, ну, грубо говоря, организационно просто под собой содержит несколько людей, а сам является некоторой точкой входа, точкой ответственности за всех этих людей. Вот это мне бы, наверное, не нравилось, поскольку я чувствую невостребованность в том опыте, который у меня есть. Да, я хорошо делаю те вещи, которые предполагается, чтобы делал руководитель, но при этом большая часть, наиболее ценная, с моей точки зрения, часть моего опыта, она остается при этом за кадром. То, как сейчас у меня устроена работа, здесь как раз востребовано все, то есть нет каких-то вещей, которые я не знаю куда применить. Я играющий тренер, то есть я сам занимаюсь разработкой, мы определяем будущие архитектурные вопросы, там стратегические какие-то вещи, технические, тактические вещи мы решаем. Это все, это все то, что заставляет весь накопленный опыт крутиться прямо на полную катушку. Поэтому, если отвечать на вопрос, что не нравится, я бы сказал так, мне бы не нравилось, если бы я был этого всего лишен. Я очень люблю компьютеры, я очень люблю на них программировать, и я надеюсь, как можно позже прийти к тому, чтобы уходить в сторону такого чистого менеджмента. как бы я прям совсем устану от разработки. Ну, у меня складывается ощущение, что ты очень хороший руководитель, правда, без лести, мне кажется, что вот лично мне было бы приятно с таким человеком, как ты, работать. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. В следующем выпуске мы поговорим о C++ и о том, как учиться эффективно. если вам интересно узнать о курсе по C++, который преподает Дмитрий Шибардаев, вы можете найти ссылочку на него в описании к этому видео. На этом все, не пропускайте следующие выпуски, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok